здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы изготовим простенькую нимфу которая актуальна сейчас для плотвы красноперки уклейки очень-очень такой мелкой рыбы значит я буду вязать на крючке вот такой серии номер 18 вязать можно его начиная с двадцатого и более но самый важный вот такой элемент это найти красную бусинку если нет у нас допустим красной бусинки тогда необходимо обозначить мы с вами распускали тесьму взять тогда красную вот такую или оранжевую и сделать привлекающий вот такой шарик я насколько возможно специально не убирал и не подготавливал покажу вам в наборах очень часто можно приобрести в интернете есть вот такой даже толщины медная проволока как раз таки я ее использую конкретно вот для таких очень 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 мелких мушек если у вас ее нет можно спокойно заменить это все на медную проволоку давайте приступим хвостик можно изготовить практически из любого пера желательно конечно чтобы это перо было достаточно мягеньким немножечко нанесем капельку лака клея то есть то что у вас будет под руками для того чтобы окончательно закрепить наш свинец и вот так вот я ноготочком сдвигаю вплотную до нашего шарика промажем еще с цевьё и приступим к вязанию нашей нимфы у меня как я уже говорил буду использовать вот такая нить мы с вами распускали тесьму и как раз она нам подходит по цвету так как наш шарик красненький можно использовать любую другую по белую потом подкрасить по остаткам я нашел вот такое перышко цвета гризли как раз здесь вот кусочек был вырезан буквой в беру необходимое количество бородок для того чтобы изготовить хвостик хвостик как я уже говорил должен быть достаточно мягеньким длина хвостика должна равняться приблизительно вот от шарика до начала загиба но он должен быть хорошо обозначен чтобы рыба наша его видела достаточно хорошо вот такого нам будет вполне достаточно и как обычно как я уже показывал промотаем подберем ноготочком и поднимем наш хвостик буквально 12 оборота вот этого будет достаточно вот такой пышный хороший хвостик теперь можем удалять наши остатки пера и будем крепить дальше элементы значит что у нас мы вправе выбрать с вами какое тело значит и все зависит от освещенности я буду делать несколько яркой эту мушку поэтому буду использовать такой слегка вот у меня есть кролик розового цвета можно и но желательно так чтобы мех сам по себе был достаточно мягким желательно вообще найти даббинг который подходил бы для изготовления сухих мушек но был супер супер файн учитывая то что мы его с вами отгрузили закрепил я кусочек люлек со которым будем сегментировать можно проволоку и теперь мы с вами возьмем немножечко вот так намажем клеем в аксой это или же как я уже вам показывал повторю еще раз тоже самая вакса это вот церковная наша свечка провели пару раз по нитке и как раз мы достаточное количество нанесли и теперь я не выстригаю а стараюсь вот так выщипывать маленькими маленькими вот такими порциями мех укладываем на нашу нить стараемся сперва немного и потом процессе ним добавляем сразу ее крепим на ваксу наш мех чтобы он у нас не топорщился мушка у нас будет должна иметь хороший нерыхлый силуэт учитывая то что номер у нас достаточно мелкий поэтому сложно провести какую-либо здесь детализацию но мы с вами постараемся вот приблизительно такого количества мне будет достаточно я уже до закрепил создал нашу дабинговую нить и начинаем от хвостика не забываем с вами следить за тем чтобы дабинг наш не раскручивался периодически подматывая и теперь у нас с вами есть выбор или мы сделаем грудку из вот такого черного дабинга тоже кролик которого я начисал или допустим можно использовать продается продаются вот такие специально наборы я покажу тоже черного цвета или закончить дальше грудку и зам примотать перо то есть здесь вариантов у нас бесконечное множество но я как уже объяснял вам всегда по возможности если она имеется я буду использовать перо павлина повторюсь неоднократно довольно таки заманчиво действует на нашу рыбу да я бы даже сказал магически останавливаем здесь и проматываем теперь формируем нашу грудку немножечко наехали на наш дабинг так чтобы вышла приблизительно половина нашей мушки два перышка можно сразу соединить но учитывая то что крючок 18 я не рискнул взять два перышка будем наматывать одним пока телом и не сегментируем оставляем вот в таком варианте не доходим буквально пол миллиметра миллиметр как у вас получится до нашего шарика немножечко на нитку нанесем с вами клей лак как я уже говорил любой клеющий материал который вы будете использовать буквально капельку и промотали остатки пера я удаляю и только лишь теперь мы с вами просегментируем все тело и пройдемся по нашей грудке и сперва из пера мы с вами просегментировали тело я закрепил вот подобрал такого перышко это крашеная куропатка буквально нам необходимо полтора два оборота выполнить этим пером и сделать завершающий узел если по каким-либо причинам у вас нет попробуйте из остатков вот перьев сделать дабинговую петлю и точно также изготовиться ёршик то есть вариантов вполне достаточно чтобы выполнить ту опушку по величине нашего крючка вот друзья мы мы сделали завершающий узел и как вы видите длина бородок должна у нас доходить до жало или до загиба но ни в коем случае не быть длиннее нашего хвостика поэтому вы уж подберите в воде они достаточно хорошо слипнуться и будут хорошо вести себя хорошо у нас просматривается контур нашей нимфы цвет довольно таки контрастный это уже проверено то есть красноперка достаточно хорошо реагирует пробуйте с оттеночками как вам будет удобно я изготавливал уже и с вот таким латунным и с белым и с золотистым и с медным ну на красное как говорится рыба более падкая поэтому нет возможности изготавливать и тогда чисто с латунным блестящим шариком благодарю вас за внимание до скорых встреч